Без талона и остановок по молдавской территории на дороге Одесса-Рени отменили пропускной режим. Остановка транспорта на этом участке запрещена, а въезд и выезд контролируются украинскими пограничниками. О бывшем пропускном пункте расскажет моя коллега Татьяна Борубей. На участке дороги Одесса-Рени, проходящей по территории Республики Молдова, отменили пропускной режим. Пограничные наряды возле территории Паланки и Удобного были сняты несколько дней назад. С недавних пор пограничники перестали выдавать водителям бумажки, призванные обеспечить соблюдение последними особого режима. Дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она собственность Украины. А вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям, остается молдавской. По словам представителей Украинской госпогранслужбы, этот участок будет переведен на видеонаблюдение. Если проходящая через него машина задержится, то сигнал об этом поступит на пульт, после чего будет произведена проверка. Отмечу, что проблема с транспограничной территорией на юге нашей области возникла в результате подписанного более 20 лет назад договора обмена территориями. Украина передала соседнему государству 400 метров берега Дуная, где был построен Дунайский порт. Взамен Молдова обещала передать Украине участок автодороги Одессы-Рени и территорию около Паланки. Дорога перешла Украине, но земельный участок молдавская сторона оставила за собой. Остановка автотранспорта на этом участке запрещена. Въезд и выезд контролируются украинскими пограничниками, которые до недавнего времени выдавали водителям талоны. Впрочем, по некоторым данным, правоохранители разрешали рыбакам вылов на запретных и как бы иностранных берегах Днестра за скромную плату. Снятие постов и введение видеонаблюдения должны снять эту проблему. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.